Блокада Ленинграда В этот же день объявили мобилизацию. Нина Ивановна вспоминает, что к войне поначалу не относились настолько серьезно. Отцы верили, что вернутся спустя несколько месяцев. Для детей объявление войны было чем-то вроде игры. На третий или четвертый день мы уже услышали песню. Идет война народная, священная война. Они уже бедненькие шли с винтовочками и пели эту песню, подбадривая друг друга. Ну и так прошли, конечно, пока мобилизовали весь город. Потом немножко стало затишье. Куда делось солнышко, не знаем. Голос такой серый, такой мрачный. Ну потом нас стали заставлять уже в каждом домоуправлении, стали заставлять ходить по квартирам собирать старые чулки. И засыпали песком. И эти чулки носили на чердак. Опять же мы дети 12 лет. Толкаем друг друга. Нас там 2, 3, 4 человека. Да зачем это нужно? Мы же не представляли этого. Мы же понятия не имели. Для чего? А узнали уже тогда, когда 8 сентября полная блокада Ленинграда. И мы узнали, для чего мы эти песочки, песочек в чулках носили. Потому что полетели на нас уже термитные фазгенные бомбы. Эти бомбы тлели и создавали пожары. 8 сентября объявили, что город полностью окружен. Хлеба поначалу хватало, но уже скоро пайка стала сокращаться. Самые тяжелые, трудные дни в этом году были. Это уже следующий год, январь, февраль. В феврале были случаи, когда вообще не давали хлеба. По двое-трое суток. По радио, по этим тарелкам нам объявляли. На кончик языка чуть-чуть соли, пейте водичку и больше лежите, не двигайтесь. Я вам говорю это от всей души. Пусть слушают меня, и ленинградцы знают об этом. Вот лежали. Меня уже ребенок, все-таки что, 12,5 лет, мама заставляла жевать бумагу. Мама, я не хочу. Доченька, так надо. Потому что челюсти сжимались. Нужно было эти 125 тоннеры. А когда жуешь бумагу, жуешь, жуешь, потом ее, конечно, выбрасывали, а может быть и глотали, не знаю, не помню уже, то челюсти работали. Тогда хоть эти 125 грамм, 6 кусочков, 6 укусов, которые сосали. И то это не хлеб был, а суррогат какой-то. Каким чудом выжили, я не знаю. В нечеловеческих условиях приходилось питаться, чем придется. Часто тем, что вообще непригодно в пищу. Мне лично приходилось клей, кушать столярный клей. Это был такой кисель чудесный. Я даже говорила, мам, война закончится. А какой вкусный он. Война закончится, будем варить. Правда же? Ну, ребенок. Ну, это что? Вот теперь только подумаешь, что же там вкусного было. Но он был вкусный, если не было ничего. Детям Ленинграда пришлось резко повзрослеть, стать самостоятельными и ответственными. У каждого были свои обязанности. Мы встали на защиту города. В чем это заключалось? Мы следили, детишки, за маскировками. Упаси бог, чтобы где-то коптилочки были, чтобы где-то был свет. Потому что нам говорили, при бомбежке видно, не дай бог увидят свет, они поймут, что это город. Вот там бывало так, что с карт они, видимо, сбивались. Бомбили не так Ленинград, как окраины Ленинграда. Он весь был темный. У нас никогда, боже, тебя упаси, чтобы где-то там свет был или что-нибудь. Второе. Вот мы, например, мне уже 12,5 лет. Я обязана была 4 часа дежурства нести под аркой. У меня была повестка. И если я дежурю, и воздушная тревога, и если только прошел боец в полушубке в белом с винтовкой, и я сказала, войдите под арку, и он не послушал, у нас висели рельсы. Значит, я объемлю, ну, понимали, это шпион. Когда начиналась бомбежка, дети обязаны были взобраться на чердаки и тушить зажигательные бомбы. Сил еле хватало. Песком засыпали, а потом уже песок замерз. Силы уже не было. А раз попал на наш чердак, я бью, там тоже рельсы. Бьют тут уже взросленькие мамы, там дедушки, бабушки поднимались, и они уже тушили. Вода замерзла, песок замерз. Понимаете, тогда что? Выдали нам большие такие щипцы, назывались, вот так берет эту бомбу, и в слуховое окно выбрасывали на крышу, и, естественно, на улицу там уже скатывалось. Детям приходилось ходить по квартирам, проверять, нет ли покойников. Так как кто-то мог получать хлеб за умерших родственников. Также они обслуживали немощных и стариков. Зимой возникала проблема с водой. А насчет водички очень трудно было, потому что все уже было замерзшее. Воды нигде не взять. Ходили на Неву. Кому Нева близко, а кому очень далеко, значит, брали саночки. Ведерочка поставишь потихонечку, двое, трое. Все равно детское что-то оставалось в нас. Мы еще и шутили вроде между собой. Вот на саночках привезем ведро водички, делим на всех. Пить-то не очень хотелось. Правда, некоторые умирали, просили Невской студенной водички. Потому что знали, что хлеба нет, а хоть глоток водички. И вот как могли там грели на чем-то что-то, давали ложечку водички. Вот как-то мы жили все одной семьей. С открытием Дороги жизни стало легче. В Ленинград стали поступать продукты, а из города люди. Началась эвакуация. Вместе с мамой пришлось эвакуироваться и Нине Веривской. Не думали, что надолго. Даже оставили ключи от двери в комнату. Чудом выжили в дороге. Ехали не зная куда. Оказалось на Кубань. Нина Ивановна вспоминает, что выйдя из вагона, попали в настоящую весну. На дворе стоял апрель. Ленинградца встретили гостеприимно. Сразу накормили и поселили в одну из семей. Но долго радоваться не пришлось. Немецкие войска начали оккупацию Кубани. Стало известно, что эвакуированных из города на Неве, как и тех, кто их скрывает, ожидает тяжелая участь. Чудом спасшиеся люди вынуждены были вновь спасать свою жизнь. Укрылись в горах, но наткнулись на немецкое логово. Семье грозил расстрел. Но и здесь судьба уберегла Нину Веривскую и ее маму от верной смерти. Местные жители помогли бежать. Новое укрытие было надежным. В нем ленинградцы находились полгода до отступления врага. Сразу захотелось вернуться домой. Но оказалось, что в родном городе эвакуированных не сильно ждали. В квартирах и комнатах жили уже другие люди. К вернувшимся относились с недоверием. Паспорта берут, ага. Ты оттуда-то, а вы были эвакуированы. Это эвакуация, 101-й километр. Мы уже враги народа для Ленинграда. 101-й километр. Там можешь устраиваться. Но не ближе, 100 километров до Ленинграда. Оставшись без жилья, Нина Веривская и ее мама решили вернуться на Кубань. Сначала в Василковский район, а уже позже в поселок Черноморский. Здесь она встретила своего будущего мужа Петра Веривского. Петр Александрович – участник войны в Корее. Имеет две медали КНДР, которые получил лично из рук Мао Цзэдуна. Супруге вместе уже 65 лет. Победа в Великой Отечественной войне для Нины Ивановны – одно из самых важных в жизни событий. Для меня победа – самый счастливый день в моей жизни. Это равносильно дню моего рождения. Кому-то победа – просто день победы, освобождение. Для меня день победы – это все. Это второй мой день рождения. Несмотря на возраст, Нина Ивановна полна сил и энергии. Выйдя на пенсию, 20 лет работала в Совете ветеранов. И сейчас участвует в жизни поселка, встречается с молодежью, рассказывает о блокаде Ленинграда. По ее словам, раз Бог дал длинную жизнь, нужно прожить ее достойно, не унывая, даря тепло другим.